Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка на планете. У многих из них есть свои хранители. В апреле 2019 года руководитель Объединенной дирекции Национального парка «Земля леопарда» Виктор Бордюк вручил сотрудникам УМВД России по Приморскому краю сертификат «Хранитель дальневосточного леопарда Лео-86М», которому приморские полицейские дали имя Стёпа в честь известного персонажа Сергея Михалкова, дяди Стёпы-милиционера, защитника детей. Право дать имя редкой кошке и стать её хранителями сотрудники полиции получили в знак признательности за сотрудничество со специалистами службы охраны Национального парка в вопросах защиты благополучия редких и исчезающих видов фауны, предупреждения и пресечения незаконной охоты, браконьерской добычи водных биологических ресурсов. Харизматичны и уверены в себе. Такие слова приходят на ум при взгляде на снимке этого дальневосточного леопарда. Судя по количеству фотографий с фотоловушек, это очень активный зверь. Дядя Стёпа всегда на ногах и держит лапу на пульсе, расширяя территорию своих владений. Его участок обитания за последний год увеличился почти в два раза. Леопарду около семи лет. Он живёт в северной части земли леопарда, в долине реки Лиственничная, но значительную часть времени проводит на территории Китая. Специалисты Российского национального парка отмечают, что дядя Стёпа осторожен при исследовании мест своего обитания и очень быстро передвигается по границе между Россией и Китаем. На территории Приморского края расположены реалы обитания сотен редких и исчезающих видов фауны, самые известные из которых – Амурский тигр и дальневосточный леопард. Екатерина Зверева, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.